Здравствуйте, я Лидия Маркова и сегодня мы поговорим о главных киноновинках второй половины марта. «Балканский рубеж» – фильм, который будет держать вас в напряжении до последнего кадра, выходит одновременно 21 марта в России и в Сербии. В Новосибирске премьера будет особенной. Режиссер Андрей Волгий и исполнитель главной роли Антон Пампушный представят картину в кинотеатре «Победа». В основе сценария российско-сербского фильма – реальные события в Югославии в 1999 году, когда наша спецгруппа получила приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удержать его до прихода подкрепления. Аэропорт – стратегический объект, крайне важный не только для военных сил НАТО, но и для албанских боевиков. В результате российские бойцы, к которым присоединились двое сербских полицейских, вынуждены принять неравный бой с террористами. Подробности операции, в которой, к слову, принимал участие нынешний глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров, была засекречена на долгие годы, поэтому создатели картины предлагают свою версию событий. В начале 1999 года, когда конфликт на Балканах достигает своего трагического апогея, российское руководство обращается к Беку. Его играет Гоша Куценко с приказом собрать команду для секретного задания в Сербии. Подполковник может доверить эту задачу только тем, в ком уверен, как в себе и кто находится в данный момент в этой горячей точке. В группе Шаталова. Его играет Антон Помпушный. Бек должен найти старых товарищей и убедить их вновь прийти на помощь Родине, которая от них отвернулась. Спецоперация в Косово превратит их в легенду, настоящая история которой до сих пор хранится в тайне. Сразу два полнометражных мультфильма стартуют в кинотеатрах в канун весенних школьных каникул. Королевские корги, ставшие причиной очередного конфликта в кинопрокатной сфере, и яркий и шумный волшебный парк Джун. Но обо всем по порядку. Наверняка вы знаете о том, что британская королева Елизавета II всегда питала особую любовь к собакам породы корги. Впервые такой пес появился у нее еще в 1944 году. С тех пор королева в течение 74 лет ухаживала за десятками корги, последний из которых, 12-летний пес по кличке Веспер, умер в октябре прошлого года. В мультфильме мы встречаем королеву Елизавету II в тот момент, когда ее супруг принц Филипп дарит ей щенка породы корги в дополнение к уже существующим трем питомцам. Маленький пес становится любимцем королевы и начинает вальяжно пользоваться всеми щедрыми привилегиями фаворита ее величества. Но, спасаясь от политических интриг, любимец британской королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий королевский корги. Над фильмом «Волшебный парк Джун» работала большая интернациональная команда, участники которой ранее принимали участие в таких проектах, как «Миссия невыполнима», «Люди в черном», «Король лев» и «Как приручить дракона». Получилось ярко, задорно и очень жизнеутверждающе. Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ее чудесный парк развлечений реален, но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее мечты. Помогут девочке ее новые друзья – волшебные звери парка. И немного о мультфильмах для взрослых. В кино новая программа одного из самых авторитетных фестивалей независимой анимации «Лиаф», в которую вошли 9 фильмов из Великобритании, Швейцарии, Польши и Франции. Фильмы отобраны из международного и британского конкурсов, тематически разнообразны и выполнены в разных техниках – кукольная, пластилиновая анимация, видеомонтаж и калаш, а также цифровая анимация. На мой взгляд, это самая безбашенная подборка фестивальной анимации, фантазии и креативность в чистом виде, без каких-либо примесей. 28 марта в российский прокат выходит фильм «Амбивалентность» режиссера Антона Бельжо. Два друга, два молодых психиатра очень по-разному воспринимают жизнь. Один хочет поступать правильно, второй – ставить эксперименты. Один – привежный ученик, второй – нарушитель спокойствия. Но выдержит ли их дружба, испытание или страстью к одной женщине? Психодрама с элементами триллера, где содержание с редкой точностью передается уже в название. Контрасты, смятения, состояние, близкое к шизофреническому расщеплению сознания. Фильм впервые был представлен на фестивале «Окно в Европу-2018», где получил специальный приз за режиссуру и стал, по мнению критиков, одной из самых необычных и завораживающих картин в программе. Вот лишь один из отзывов. Это многослойный психологический клубок, который можно бесконечно распутывать, в котором нет правых и неправых, есть только те, кто признается или не признается в своем безумии. Изящные реверансы нефоманки Триера и мечтателям Бертолуччи, одна из лучших постельных сцен в российском кино последних лет, невероятное чувство стиля и ни одной лишней детали. Ной распахнул двери ковчега, ступил ногой свою на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес «Асса». Встречаем «Асса» в повторном прокате с 28 марта. Это уникальная возможность вновь увидеть на экране фильм, который не просто опередил свое время, но и стал по-настоящему революционным. Премьерные показы «Ассы» шли 8 месяцев, намного дольше, чем снимали фильм, и каждый раз аншлаг. По словам режиссера Сергея Соловьева, он пытался подражать безумно популярному тогда в Советском Союзе индийскому кино. Только вместо профессиональных актеров режиссер снял музыкантов и художников. Фильм увековечил саундтреки и выступления на камеру музыкантов, которые определили эпоху перемен. Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», Жанны Агузаровой и группы «Браво». Тогда «Асса» не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу, она и была этот рок-н-ролл, вышедший из-под пуля на свет. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника. Зритель верил в счастье, любовь и чудесную страну из песни «Браво», а если повезет, то и город золотой из аквариума. Сегодня «Асса» в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен. И нам снова, как никогда, необходимы перемены. Согласитесь, прекрасные слова кинокритика, главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина. «Мы. Свежий ночной кошмар» от лауреата премии «Оскар» Джордана Пила. Комик Пила в 2017 году, сорвавший куш с бюджетным хоррором «Прочь», 255 миллионов долларов в прокате при бюджете в 57 раз меньше, и «Оскар за лучший оригинальный сценарий» в своей второй картине практически отказывается от социального подтекста. Фильм, несмотря на то, что главные герои, вновь афроамериканцы, скорее поднимает вопросы о различиях между нашими личностями в реальности и в социальных сетях, предопределенности жизни, страхи вторжения извне и других неприятных вещах. Кого-то отсутствие расовых противоречий, возможно, разочарует, но поверьте, хоррор получился отличный. «Дамбо» – очередной игровой ремейк диснеевской анимационной классики и одновременно триумф вселенской справедливости. Студия Disney, в свое время расставшаяся с Тимом Бертоном за его своеобразное видение материала, спустя десятилетия сама обратилась к нему за помощью. Под куполом цирка Колин Фаррелл, Майк Китон, Дэнни Девита, Ева Грин, Аллан Аркин и нарисованный слоненок с огромными ушами и голубыми глазами. В основу фильма положили одноименную диснеевскую анимацию 1941 года, которая получила «Оскар» за лучшую музыку. Колыбельная «Бэби Майн» давно входит в золотой фонд американского кинематографа и неоднократно перепевалась различными артистами. Для этой киноадаптации «Дамбо» ее исполнили «Аркад Файр». И это несомненная удача. Я Лидия Маркова и, надеюсь, вам уже захотелось скорее бежать изучать расписание. Встретимся в кино. Привет, я Лидия Маркова и сегодня мы поговорим «Привет плохо». Давайте здравствуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!